итак приветствую друзья и гости канала всем огромный привет знаете сегодня у нас 22 июня и сегодня день наверное какой у нас день весеннего точнее день летнего летнего солнцестояния соответственно сегодня по идее самая короткая ночь и самый самый длинный день а еще в 4 утра я проснулся и понимаю прекрасно что на 1941 году началась война 4 утра 22 вроде снижаясь июня вот как бы так а еще в сочи такое ощущение как будто война началась еще ночью потому что был гром был грахот был в том числе и не за этом как называется апокалипсис ну поняли апокалипсис я мой детства в общем как бы так много чего было в сочи интересного и не очень интересного ну сейчас проснулся да и как будто дождя не было хотя вечером дождь и раза стал я очень-очень довольно кисельный ну что давайте приближимся по новостям и кстати по поводу вчера когда мне пришли смс кидал приходит смс сейчас прочитаю двадцать третьего ой два сторон до 3 до 4 сочи с ливнем короче ожидается до этого подобное сочи ну как с ливнем и так далее смерч и думаю вы че дурнули что ли ну как так я же смотрю я же вижу что вчера было жарко там даже дождем не пахло а потом один прекрасный момент поехал снимать один классный домик раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз-раз и все и сразу дождь и тому подобное ну что же делать бывает погода сочи капризная как не знаю как настроение моей бывшей ну такой-то то плачет то смеется то щетинца как ешь ну давно издевался сумасшедший что возьмешь ну да ладно бежим с вами дальше в общем обещают что будет жесть жестянская поэтому будьте аккурат и будьте бить олимпийское наследие сочи перечисляет 20 главным событием россии да конечно никто не договаривает абсолютно те что сейчас олимпийское наследие не мог немножко разбирает и на их месте там выставляется ну вас апартаменты там подобное но в случае много был построена там и 22 тоннеля там и очень много дорог и было освоено полтора триллиона рублей но в общем нормально там кто-то заработал кто-то не заработал в общем все прекрасно было все замечательно кто уговорил дефиците в случае вырос объем строительства как опять обсуждает нас и осуждает нас некоторые эксперты мы что недвижимости сочи стало больше но при всем при том что мягко говоря то недвижимость ну три те самые апартаменты там подобное все это считает но если мы сейчас возьмем и уберем вот просто вот этой статистики те варианты которые идут под снос или где есть решение суда сносит вам подобное то конечно же квадратные метры резко сократятся именно поэтому сейчас сочи не наблюдается падение цен до бывает горячие предложения ребята абсолютно вот например как вот у меня происходит вот мои горячие предложения так это происходит пример мне вчера где возле актера galaxy есть там хороший апартаментный комплекс мне предложили например квартиру 91 квадратный метр соответственно предложили мне за 30 миллионов рублей за 30 миллионов рублей там из каких-то комиссий еще 30 миллионов первое я беру и эти девяносто ну как бы ни фига себе горячие ну просто у застройщика аналогичные квартиры 91 квадратный метр стоит чтобы понимали 48 миллионов рублей я сразу беру эту информацию скидывает своим как бы постоянным клиентам инвесторам так далее в первую очередь я их ставлю в известность я им скидываю они смотрят как бы устраивает покупает не устраивает да ради бога ничего страшного дальше я снимаю и размещаю в инстаграме да да запрещенный инстаграм в россии я там снимаю соответственно непонятно поехал это серьезно непонятно поеду на хашкале и соответственно размещаю в инстаграме для всеобщего доступа да я сразу говорю для инвесторов для своих постоянных клиентов это 30 миллионов рублей 30 миллионов рублей а для тех которые сейчас тоже все хотят купить и и на готовом с данном объекте заработать цена будет стоять 31 500 да я сверху поставлю свои пять процентов все верно до 5 процентов ничего это плохого нет поэтому я сегодня сниму этот обзор у меня будет цена 31 500 до сверху бы сайт полты потому что своим я продаю как бы могу так брать потому что последующими перепрыгну заработаю больше на перепродаже ну и соответственно соответственно потом узнать в инстаграме через день появляется в ютубе и соответственно ютубе тоже дальше как происходит продажа как бы кто первый занес деньги того этапки нет такого что например туда для меня из моих лет в приоритете вот в приоритете я только могу изначально дать этому человеку информацию быстрее вот он будет в приоритете я ему дал информацию у него просто есть фора да такая между простыми обычными клиентами которые смотрят у него есть фора два дня соответственно в течение двух дней как бы он может принять решение купить или не купить а потом когда я уже выставил youtube то например да это уже становится для всех одинаково кто первый купил того этапки как говорится чтобы понимали как я работаю у меня нет там каких-то своих любимчиков или еще что-нибудь у меня есть инвестора с которыми я работаю в первую очередь который я присылаю как бы информацию изначально а потом когда уже информация получил ну появились у меня во всеобщем доступе там уже нет такого что там этому продам этом пардам нет там как бы продают тому кто соответственно самый-самый-самый-самый-самый первый примет решение это будет честно вот как бы так то же самое это касается и ряд других объектов например я недавно снимал квартиру на я на фаврициуса с ремонтом 35 квадратных метров с хорошим ремонтом третий этаж квартира обалденная данную квартиру изначально да как бы мы держали для одного клиента держали для 3 месяца я ее не снимал ничего в один прекрасный момент клиент у меня не разродился ну постоянно клиент клиент x не разродился соответственно тогда я приехал отснял и уже опубликовал на всеобщем доступе соответственно клиента тоже хотел вроде купить хотел и не хотел и так далее вчера встретились с продавцом пообщались не нашли общий знаменатель не нашли общий знаменатель ну бывает такой даже не находит общий знаменатель там просит рассрочку так далее я бы меня в свою квартиру бы рассрочку бы не продавал бы потому что ты обра дождом продал там не там в радужном там должен 200 тысяч рублей 200 тысяч рублей просил на месяц отсрочить уже почти год прошел с продажи квартиру радостном до сих пор 200 тысяч если не ошибаюсь еще 40 тысяч должен потихонечку отдавал 40 тысяч до сих пор должен ну я как бы названивать и виду когда ты меня до 40 тысяч не хочу поэтому это все прекрасно понимает и поэтому никто из нормальных людей ну как бы из физиков он никогда в жизни не будет вам продать квартиру как бы в рассрочку не будет продавать ну не будет просто и здесь примерно то же самое ну и конечно же эту квартиру которая там снял я сам в нее влюбился я решил купить своей дочери потому что ты же покупал на моцессе да я на моцессе покупал я на моцессе продал я там нормально хорошо заработал я серьезно говорю нормально но поэтому я все равно продал ее по хорошей сне еще у меня человек который тоже заработает и я взял и решил купить соответственно обратился продавцу продается самому там такой-то человек интересуется и все остальное бы ну подругой ты не обижешься если я им продам я говорю конечно не обижусь я говорю если там у тебя лучшие условия тоже продается в конце концов все без проблем в итоге мы поехали не смогли договориться знаете как это бывает вот вчера у меня дочка ночью поехала уже уже до ночи поехала у нас есть такая команда такая называется автомир в москве но они реально конченые вот я просто серьезно говорю ну мы все обсудили в есть вся переписка за какую сумму я забираю у них хаван седьмой да там все какая машина 3d все соответственно должен был доплатить миллион 350 приехали уже все время уже там полчаса вечера мне перезванивает другой мальчик вы знаете с вас миллион пятьсот пятьдесят на 200 тысяч больше доплаты я буду ничего будет так ну вот вы понимаете вот тут нас то у нас там то у нас руководители ну короче просто живо чтобы вытянули все вот давайте то давайте это вчера . мурыжили целый час в итоге я сказал дочке с вам поехала обратно к себе в орехово зуево и все это и с моего ночью что смысл потому что не хочу чтобы меня раз и как бы обманывать да и получается сначала одну цену обговорили и потом мне доплату берут и ну на 200 тысяч больше но 200 это для многих это существенная сумма например в ворске за чтобы 200 тысяч рублей заработать это нужно пахать целый год как бы и здесь не то что чем там 200 тысяч у меня есть дело принципа я не люблю когда меня обманывают я не люблю когда меня пытаются жестко поиметь и вот в общем я дочке сказал я само собой куплю машину я знаю просто может быть куплю не автомире там можно куплю мейджор может еще что-нибудь как бы мне на сейчас самое главное что вся дочка определилась автомобиля все ей понравился и понравилось не купе образные простой обычный кузов который хавал 7 не 7x а хавал 7 рестайлинговый там с двухлитровым двигателем просто если бы я хотел купить там с двигателем 1.5 короче 2 литра ну попасть у нас стоит той комплектация которая мне нравится 3 450 но мы вроде должны были там с учетом 3 дин все должны были в пределах трех миллионов пятидесяти вот изначально обсуждали что в миллион 300 я к чему этот пример привожу ну потому что раз как бы у меня тоже клиент вроде как бы договорились все по одной сумме да там квартира с такой-то скидкой все приехали на встречу ударить по рукам соответственно квартиру еще делают цену еще погибает ниже и еще рассрочку на три месяца определенную сумму внесет на половина и рассрочку три месяца и так далее конечно продавец не повелся на эти условия потому что он зачем нужно это квартиру ниже рынка еще и рассрочка еще еще что-нибудь там нет такого сочи что там какой бы сейчас был дефицит там с продажами так далее и все ну и соответственно позвонил продавец мне это мой брат открою маленький секрет позвонил мне говорит макс говорит там квартиру которую ты хотел покупать у меня в стиле или стиль для дочери я говорю ну да говорю такие-то условия чтобы ты же говорю ездил на встречу тебя должен был забрать но там наш постоянный клиент он будет но он но объяснил это он менять начал там найти рассрочку начал было еще прогибать по цене я так ему уступил он еще начал сильнее гнуть вниз еще как бы и если честно год не дать проще тогда продать тебе дает потому что этот пятак продаем ниже рынка и еще в это и так получилось чтобы еще так получилось и но я бы хорошо ну вот как бы мы сейчас сели в кальяны и это было 7 часов вечером но и взял короче поговорили обсудили по цене мы взялся сразу всю сумму ему отдал ну сразу всю сумму взял и выкатил ну соответственно брат позвонил тому продавцу который хотел который мы который с братом играл в игры который решил его прогнуть там какие-то свои условия диктовать и так далее ну наверно думаю что там вообще там все не нищие все где-то продал квартиру будет брат максиму отдал ну а что как отреагировал как так да ты мне врешь да у тебя брат там весь в кредитах весь то весь все да откуда у него деньги и так далее он мне всю сумму отдал сразу рассчитался сразу рассчитался ну в общем как бы так хотя я очень хорошо отношусь я дал возможность потому что я мог купить это еще соответственно эту квартиру мог купить позавчера но я специально дал возможность этому клиенту перед клиентом было бы неудобно и так далее да и чтобы брат меня продал как ему выгодно да чтобы он на мне не терял ничего и все ну в общем как бы так по итогу у меня клиент остался недовольный его жена мне всякую гадость написала и так далее как бы они думали что они оказываются одни единственные небожители они думали что они единственные там у которых есть деньги которые хотели взять еще и в кредит и так далее думали что это просто там не за это что нужно молиться на них что они там решили купить квартиру брат хотя брат лично для них свою квартиру я ее не снимал потому что брат начал продавать еще два месяца так держали именно для этого клиента потом я уже конце концов 20 потому что брата тоже поджимали там кредиты там поджимал там еще что в эти ремонты все поэтому так чему я это все говорю тому что у меня нет понятия любимчик не любимчик и так далее когда еще раз повторюсь я изначально определенному узкому кругу даю ту или иную информацию по тому или иному горячему продолжению потом уйдет это в инстаграме в круге а потом идет в ютубе как только в ютубе публикуется все там просто принцип кто первый деньги занес того и тапки любимчиков на подобное у меня нет я же хотел и хотел но мало ли что хотел не хотел как бы так поэтому тоже прошу на меня не обижаться у меня очень много клиентов я продал за 6 лет больше у меня больше чем 600 сделок поэтому конечно же даже как бы больше чем 600 клиентов стали счастливыми обладателями квартир там или там заработали деньги на инвестициях и так далее и для меня все эти клиенты все одинаково равны у меня нет любящих не любимчики у меня просто есть ли те люди которые попросили томат в первую очередь прислали нам как бы если нас устроить мы сразу забираем ладно теперь следующее нацпарк временно возглавил игорь банин опять коррупция будет а тем временем сегодня 22 июня сочи проект акция свеча памяти когда она должна пройти сегодня в 4 часа утра вот так я не знаю в 4 часа утра не проснулся потому что проснулся где-то половина пятого когда уже расцвело в сочи тем временем сгорела квартира в многоэтажке уже в моем районе но как сгорела и успели потушить потому что там не было всяких придурков которые ставили машину понятно как поэтому пожарные подъехали вовремя на и в принципе успели потушить в отличие от квартиры на танцкой на гончарова а в сочи на водитель на газели сбил четырех пешеходов на обочине при том как-то на обочине мудрился съехать и сбить четырех пешеходов как так не знаю в сочи за взятки под лук и под лук у нас соответственно осуждены двое полицейских не дали по 7 лет за то что поймали пьяного туриста пьяного алкаша решили его поиметь на 70 тысяч рублей ты в итоге ну как бы в итоге взяли и получили не 70 тысяч рублей а получили по 7 лет вот как бы так в сочи утверждены границы четырех памятников федерального значения соответственно это конечно смотровая площадка ахон это могила поэта декабриса александра доевского и так далее в общем пытается сохранить памятники это очень круто стало известно как отпразднуют в сочи день молодежи день молодежи конечно же будет просто шикарный поэтому если кто-то будет в сочи 26 июня смогут ну смогут не за там посмотреть на красивую молодежь не то что чем постоянно там на стариков мне кстати сказали вход запрещен потому что я уже старый поэтому 26 числа я для вас ничего снимать не буду потому что пенсионерам вот воспрещу но да наверное да 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 ну что давайте мы с вами продолжаем потихонечку самое интересное самое интересное конечно некоторые не перестают меня удивлять реально не перестают меня удивлять где-то у нас скажу звание героя россии присвоено уроженцу тувы разведчику старшему сержанту 55 отдельно мотор мотор стрельковой бригады замер ген дан как он пробрался он пробрался в стан врагам и ножом зарезал 34 националистов из охраны и освободил пленных российских солдат около 60 бойцов чечни и 40 человек разной национальности хотелось бы отметить что ту венец при проведении этой сложной операции в тулу руля действовал один читал комментарии нет вообще по парень парню респект и уважение ну когда я читал комментарии там просто можно со смеху просто не знаю там умереть там блин это это сын сын джеки чана это это сын бруса ли это еще ну конечно стул вы да просто взял и не знаю я задумал что рамзан рамзан кадрышина на сто процентов за 60 чеченов должен дать пятикомнатную квартиру в грозном самым лучшим видом но что могу сказать такие вот как бы называет вызывает уважением плюс опять же да есть такие моменты у меня знакомые дамы к мои знакомые друзья мы с ними недавно общались поехали соответственно на войну как-то спецоперацию на спецоперацию но и в общем я с ними встречался как бы и они мне там поведали рассказали теперь я могу точно сказать сколько кто получает вот если например вы едете например и вы их водитель просто водитель на те же самые грузовиках вы получаете 300 тысяч рублей в месяц контракт 300 тысяч должен пройти медкомиссии так далее если же вы не водитель участвуйте да есть например в этом тот самый например ну как бы состав немножко больше чем рядовой да если у вас образование там подобное то соответственно заработная плата 500 тысяч плюс конечно же вас страхует соответственно если вдруг что-то нечаянно случилось там у вас что-то оторвало и тому подобное то конечно же вам страховку уплачивать плюс опять же да если вы погибнете то соответственно 10 миллионов рублей как бы выплатит вашим родным и близким самое интересное что тоже вот у меня недавно общался с клиентом увидел такую страшную картину говорит что приехал сын или там муж и так и не так и не понял короче он с украины получил ранение при том жесткое ранение и родственники плакали переживали это что плачет переживает ну мало ли что оказывается не плакали переживали как бы жалую как что любил потому что если бы убила бы то бы они получили 10 миллионов рублей это серьезно это прям правда ничего кроме правды по-разному поэтому кого спецоперация кому мать родная кому-то еще что-то в общем как бы так вот увидимся конечно молодец просто красавчик 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 еще рассказать мне конечно убивать плохо ну зато освободил там до чечки там 100 человек да чьи-то муж чей-то сын чей-то брат молодцы теперь что касается в целом в целом в целом еще повторюсь ребят вот у меня есть определенное горячее предложение то же самое что вот у меня сейчас есть там хаусы да они стоят старт продаж будет 700 тысяч рублей за квадратный метр сейчас вы можете купить по триста пятьдесят тысяч рублей за квадратный метр взять можете заработать например я например купал квартиру своей дочери да вот я не мог позволить мне купить квартиру например там где-нибудь там не за этом железнодорожном в люберцах и так далее не хватало реально денег я взял купил квартиру в городе сочи в измаловских дачах заработал за четыре месяца за четыре месяца заработал я нормально заработал и соответственно смог приумножить и уже мог найти деньги потому что я соответственно ну что вы понимали из из четырех миллионов я сделал семь миллионов из четырех сделал семь из четырех сделать и и за 4 миллиона я там еще особо не мог ничего купить за 7 ну и соответственно еще там там немножко там одно другое так далее в общем насобирал у меня был лимит на покупки квартиру дочери 8 миллионов рублей соответственно 8 миллионов рублей можно покупать в люберцах уже можно купить железнодорожным так далее позвонил дочке она сказала хочу здесь соответственно я хотел купить на я на фабрицу сделать ремонт и соответственно уже спокойно все но представилась возможность взять квартиру с ремонтом смысл мне бы брать квартиру без ремонта когда мне с ремонтом вернулась по хорошей цене опять же у меня есть на я на фабрицу с хорошим предложением чтобы понимали 36 квадратных метров за 5 600 ребят 36 квадратных метров за 5 600 поэтому если вдруг кто-то хочет как бы уже зайти на ремонт и начать начать ремонт и потом жить прям на я на фабрицу на ровной поверхности просто говорю если бы мне брат бы не продал бы свою квартиру я бы купил ту квартиру можете у меня зайти в инстаграме вчера прям уже настроился хотел ее покупать это жилой комплекс здоровья хотел уже там купить все но брат позвонил сказал что готов мне продать я купил у брата вот так бы конечно же взял бы там и сделал бы ремонт да и все ну вот она стоит сколько там получается 5 секундочку и скажу точно сколько стоит но это сегодня один день которому что ну как бы проводится не продать потому что там цены поднялись поэтому сегодня последний день лично лично мне которая цена согласована лично мне которая цена согласована 5 480 36 2 квадратных метров если кому-то хочется третий этаж три окна хорошо планируется в инстаграме она у меня есть 5 лет хотел ее взять потому что посмотрел максимум на ремонт бы на технику мебель у меня получается 5 500 плюс полтора получается в 7 миллионов рублей я бы спокойно бы уложился у меня была бы квартира какой мне ремонт нужен и так далее 7 минут нужно 7 миллионов особо ничего такого интересного не купите вот как бы так так сегодня конечно же я сниму для вас хороший объект еще раз повторюсь в районе актер галакси вообще по идее там цена застройщика получается 48 миллионов рублей я готов буду вам продать за 31 500 кто-то сейчас на леса расскажешь ты нам предлагал вчера по 30 да я вчера предлагал по 30 потому что у меня был другой интерес сейчас извините мне тоже нужно зарабатывать вам нужно зарабатывать мне тоже сегодня сегодня буду объект проснимать 91 квадратный метр вид на море шикарная планировка там все круто все классно 31 500 на этом с вами прощаюсь желаю вам всем прекрасного настроения побольше позитива но и опять же да еще раз чтобы потом не обижались они на меня ничего ребят умеете брать ответственность умеете принимать решения сами быстро и так далее вот как бы так еще раз вот даже ситуация со вчерашним да сейчас обижается что еще стоп дал шанс все хорошо начали там мигать свои игры решили там прогнуть там по цене там решили там как бы прогнуть по условиям такие игры не проканывает сочи не прокану поэтому уж извините если я говорю видеоролики что это квартира ниже рынка иначе на квартир ниже рынка вот квартира которая на бытке продается за 14 миллионов 250 где мои родители до квартира чистовой отделкой до 90 метров я скажу честно я бы ее дочки забрал но мне не одобрили ипотеку на условиях 50 на 50 я до последнего ждал как бы если мне ипотеку одобрили я бы взял потому что на бытке там где родители мои живут там 14 с половиной 14 250 за 90 там 5 квадратных метров это очень круто кстати это предложение еще осталось потому что оно было на резерве у моего одного потенциального клиента не буду высокого города поэтому областям с продажи если нужно на бытке где мои живут родители квартира с видом на море чистовой отделкой там уже электрика сделано отопление сделано все сделано остается только там плитку кинуть до за 14 миллионов 250 тысяч рублей то обращаемся могу приобрести я хотел эту квартиру до последнего взять но мне не одобрили ипотеку точнее меня в одном банке одобрили но мне не одобрили условия потому что таких условиях не готов брать я всегда беру ипотеку только на самых выгодных условиях такие условия которые мне предложили извините по таким предложениям покупайте сами на этом я с вами прощаюсь желаю всем побольше позитива еще раз повторю все у меня горячие предложения появляются в первую очередь в инстаграме можно ходить из vpn смотреть ну и конечно же те кому нужны предложения ниже рынка пишите чтобы я вас знал как я вчера например я говорю 6 человек поставил в известность сначала им подал информацию по поводу горячих предложений горячих предложений опять же как горячие предложения смотрите мне все тоже предложили вариант да ты захожу смотрю общую базу за 30 но за 30 миллионов до предложили выкупить там 91 квадратный метр но я бы сто процентов там взял променял был старш мечты дом бизнес-класса точнее ли ты все я сразу как бы даже я диетар пишу подвох да в чем причина всем и потом когда уже все нашел что-то оказывается продает квартиру директор агентства недвижимости и это его личная квартира надо приложиться друг объект поэтому он продает в полтора раз дешевле рынка и тому подобное но все равно в голове тяжело укладывается ты ждешь какой-то подвох не так ну как ты открываешь смотришь но цена 48 тут тебе предлагает за 30 а там 48 я по ним прекрасно понимаю что почему вы не покупаете горячие предложения потому что вы ждете подвоха да у брата было горячим предложением квартира которая была 8 миллионов 400 эта квартира была ниже рынка это квартира классная все как бы обалдельная квартира ниже рынка все да я забрал не за 8 400 за другие деньги забрал чуть подешевле как бы ну не за не за 5 конечно не за 6 забрал как бы подешевле чем за 8 400 но я забрал все равно это было предложение ниже рынка все ребят всем добра и пока